приветствую вас на youtube канале про цветок с вами опытный садовод селекционер цветовод ломонос петр сегодня мы поговорим о пионах потому что цветок это очень любим нашим народом выращивается на многих участках и вот именно сейчас в сентябре закладывается основа будущего цветения в чем она будет заключаться значит пионы цветут весной соответственно в эту пору у них закладываются цветочные почки и если эти почки получат достаточно питания значит на следующий год они нас порадуют очень хорошим урожаем не столько урожаем может быть как обильным течением цветы будут очень крупные яркие и будут держаться долго что необходимо сделать сейчас наши пионы надо обязательно подкормить так вот заблуждение будет некоторых садоводов считать что пионам надо дать фосфонокалийное удобрение я уже не первый год даю пионам нитрофоску в которой есть азот и фосфор и это все прекрасно россиями усваивается и потом они обильно обильно цветут на следующий год ну и самое главное что пионы большие как бы прожоры тоже многие забыла забывают куст имеет мощные корни соответственно достает хорошо питание и потом обеспечивает хорошее цветение что необходимо для того что прокормить наши пионы осенью в сентябре нас вокруг кустов неважно будь то древовидные пионы как у меня за стеной или травянистые пионы которые на переднем плане просто не видно на камере значит мы вокруг этих кустов прокопаем канавку ну канавка глубиной где-то 15 ну хай там 20 сантиметров максимум больше не надо по периметру куста копаем канавку эту канавку мы заполняем перегноем то есть землейка неважно это компост или пирогной то есть уже перегнившей землей засыпаем это пирогной туда обязательно добавляем доломитовую муку почему доломитовую муку потому что пионы не любят кислых почв а в доломитовой муке содержится магний можно конечно использовать золу ну просто зола такое вещество которое быстро повышает быстро делать почву шелочной повышает реакцию почвы потом также быстро это еще и улетучивается доломитовая мука действует течение 10 лет посыпаем опять же пирогной доломитовой мукой и после этого мы еще даем на к на каждый куст где-то 40 грамм это две с половиной столовые ложки сложно минеральное удобрение то есть нитрофоский океан стал начали все это посыпаем проливаем обильно 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 водой и когда вода упитается все это засыпаем такое питание поступает корням наших пионов они будут радовать нас обильным урожаем но стоит учесть реалии этого года дождей было очень мало лето выдалось начнется середины июня очень сухими жарким поэтому сделали канавку улейте 2-3 ведра воды пусть эта вода сразу питается упиталась вода и только после этого носите перегной и удобрения как я вам советую и после этого опять полейте ведром воды чтобы все это упиталось и засыпать тогда ваши пионы будут не страдать от иссушение почвы и соответственно живые почки обеспечат вам полноценное свечение ну также на роду с пионами не забывайте эту пору подкормить и другие многолетники потому что если вы их поливали все-таки поливы были поверхностные как бы вы не поливали там хайвый опрыскатель форсунка опрыскивала растения все равно получали мало влаги поэтому такие канавочки возле декоративных растений неважно декоративных кустарников сделайте такие же канавочки попадут подудобриться все это будет благодарить вас за заботу но не забывайте что почву надо хорошо насыздить влагой потому что любые ощущения дожди какие они не будут при такой жаре которая стояла 30 градусов наивыше в белоруссии да и других среднем полосе в их районах средней полосы она конечно и сушила очень-очень сильно почву поэтому ни один дождь ни один снег почву сильно так не промочит это все ваши заботы растения вам будут только благодарны и будут на следующий год вас радоваться и красотой и будут радовать и долл обильно и долго так что позаботь о других деревьях и кустарниках на вашем на вашем участке а не только о пионах это же вас может и осиль бы и хосты этой розы это вегелы дейцы ну конечно список можно очень-очень продолжать не забывайте главное питание и вода два основных компонента которые помогут вам и вашим растениям вам радоваться красотой ваших растений а вашим растениям благополучно переразимовать и на следующий год радовать вас также не могу похвастаться и вот своим видите каким великолепным растением который называется канна индийская такой цветок видите очень экзотический очень красиво смотрится на участке такая может такое все все прохожие невольно обращают внимание и задают вопрос стоит такое выращиваете растение первый год очень доволен советую вам обзавестись таким цветком и удивлять своих знакомых и друзей иметь таким великолепием такой такой мощью так что сделать эту работу в сентябре и на следующий год они от благода они вас за заботу от благодар от красивым красивыми цветами удачи вам смотрите наш youtube канал до свидания до свидания